приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке друзья сегодня в этом видео поговорим об одной вещичке говорим об одном предмете на вашей кухне которая забирает и деньги и удачу изобилие и достаток и многие хозяюшки допускают эту роковую ошибку а потом задается вопросом а что же мы делаем не так вроде бы и на кухне порядок в доме постоянно проводятся генеральной уборки проветривается помещение от этого экономическая финансовая ситуация в доме не становится лучше поэтому обязательно просмотрите это ведет начало до конца и постарайтесь с этого момента пересмотреть свое отношение кухне к тем вещам которые действительно несут раздор и финансовые проблемы вашу жизнь знаете каждая комната в нашем доме или квартире отвечает за тот или иной сектор но сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание кухне и на кухне у нас есть одна вещь которая мешает нам двигаться вперед благодаря этой вещичке этому предмету который есть у каждого на кухне даже пусть он будет и один и самый маленький он уже несет негатив и он уже как тот маленький вампирчик начинал начинает тянуть вот то изобилие вот тут достаток то финансовое благополучие которое есть вашей жизни и вы знаете в каждом доме или в каждой квартире практически есть банки потому что мы с вами люди славяне а все испокон веков консервировали и закатывали в банке помидорочки огурчики варенье всевозможные салаты и так далее и так далее наступает у нас с вами зима и мы начинаем наши закрома опустошать и соответственно у нас с вами что появляются появляется пустые банки и как правило концу зимы и начало весны у нас в квартире или в доме достаточно их много также обращаем ваше внимание на тот факт что очень часто мы с вами покупаем муж какие-то вещи покупаем какие-то как что-то интересное тоже связано со стеклянными баночками банками особенно женщины очень любят хранить приправы малюсеньких красивых баночках но приходит проходит время мода на них заканчивается и у нас уже это в потайных ящичках на кухне эти баночки хранятся пустыми чистыми в ряд и вот эти баночки несут очень большой вред нашему энергетическому потоку на кухне и соответственно в нашем доме или квартире вы должны понимать что ваш дом или ваша квартира это целый организм который должен функционировать правильно если у вас что-то нарушено и что-то тянет вот эту денежную энергию вот эти созидательные энергии то чтобы вы не делали как бы вы ни старались на скольких работах вы не работали вы видите что деньги утекают сквозь пальцы появляются пасы на какие-то проблемы которые вообще не должны быть по идее дети постоянно влазит какие-то неприятности вам нужно постоянно закрывать с мужем или с родителями постоянно какие-то проблемы и деньги вы зарабатываете неплохо но у вас постоянно появляются новые источники расходов и вы знаете вот такую тару если она у вас есть старайтесь собирать но правильно вот эти пустые банки использовать потому что любая стеклянная тара баночки банки трехлитровые так далее они в доме притягивают бедность поэтому ваши все пустые банки ваши все баночки храните вне зоны вне зоны вашей квартиры или дома для этого вас есть чердак у вас есть кладовка у вас есть дача но не нужно хранить на кухне в ящике потому что вот многие испытывают трудности с деньгами из-за вот этой банальной причины в квартире много пустующих банок кроме того такие еще банки становятся пыльными со временем а пыль это также определенная энергия эта энергия разрушительная она несет бедность она несет безденежье и вы знаете вот это все вместе она еще и удваивается туда скажет о том что ну как же у меня же баночки лежат где-то в шкафчики и там нету пыли вы знаете то вы так думаете что нет пыли но когда вы начинаете например готовить на консервацию банку вы почему-то и хорошо достаточно моете потому что вы переживаете и боитесь что потом просто такие трехлитровые банки с помидорами вкусными могут просто взорваться а это не нельзя совершать поэтому если у вас есть пустые банки вне зависимости даже если то несколько и всегда от них избавляйтесь но мы не имеем ввиду их выбрасывать на мусорку нет держите их на чердаке держите их в кладовке но еще один немаловажный момент сейчас нашем современном мире любое дополнительная квадратура за нее нужно платить потому что бывает так что если вы живете в квартире то соответственно вас чердака нет у вас кладовка возможно малюсенькая или из ее вам нужно например выкупить на даче у вас нету или есть это нужно ехать например в другой город или в какую-то другую местность и так далее возникает вопрос а что же сделать так чтобы эти банки не были вот маленькими вампирчиками которые тянули вот вот эту энергию изобилия и достатка друзья в эти баночки пустые обязательно возьмите что-то бросьте щепоточку соли щепоточку какой-то крупы и обязательно прикройте крышкой таком случае уже точно банка такая не является пустой она заполнена чем-то а значит нет в ней энергии пустоты помните о том что энергия пустоты это имеет достаточно огромную силу конечно когда у вас есть одна баночка и она пролежала буквально вас неделю вроде бы вы не видите никаких изменений в своей жизни слава богу но если такие банки у вас хранятся месяцами годами и вы в какой-то момент осознать и понимаете что они занимают не только ваше место вот на вашей жилплощади но и также они тянут энергию очень многие люди стали в последнее время ощущать энергии при этом как положительные так и отрицательные поэтому если вы ощущаете дискомфорт и не можете разобраться что же вас на кухне вашей любимой дорогой кухне которую вы с любовью строили заказывали мебель дополняли каким-то интересным декором какой-то момент вам стало неуютно не по себе разберитесь с вашими баночками стеклянными и банками а также вообще любой тары помните о том что если вы не используете то тогда подумайте о том для чего вы можете использовать ту или иную тару если она вам больше не нужно например крышек нету подходящих или какая-то необычная возьмите используйте в декор но в таком случае посмотрите в интернете как можно и красиво украсить как вы можете чем-то заполнить и она уже не несет вам хаос несет разрушение не несет негатив помните о том что это очень важно кроме того бывает так что ваши стеклянные баночки банки где-то надломлены треснувшие не надо и хранить до каких-то времен вы носите своего дома они не нужны потому что они также на энергетическом уровне они уже качают определенную энергию и эта энергия как правило всегда разрушительно на деструктивно а потом у человека возникают какие-то проблемы начинает даже голова болеть депрессия поэтому обязательно в самое ближайшее время друзья разберитесь что у вас на кухне особенно в дальних ящичках и на дальних полочках очень часто мы это все закладываем и думаем что до поры до времени если вы не используете на кухне те или иные предметы убирайте из своего дома убирайте своей жизни и тогда вы уже запустили процесс энергообмена потому что у вас начинают запускаться другие процессы и тогда вашей жизни будут действительно все прекрасно и вот все хорошо друзья помните об этих вот простых истин а которые многие люди забыли к сожалению кроме того если вы обратитесь к знаниям наших предков то вы увидите что у наших прабабушки и бабушек никогда не было в доме пустое ведро или не было ничего то есть глиняных горшках да в свое время у наших прабабушек не было именно стеклянной посуды было все из глины но это же из глины она также правильно использовалась потому что наши предки этому придавали особое значение они понимали на подсознательном уровне что им нужно делать а что не нужно и когда вы будете спрашивать у своей прабабки а почему она так это дело она вам не объяснит истинные причины но нам скажет что так делать нельзя помните об этом друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни с вами как всегда был канал зато река для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации друзья прямо сейчас на экране увидите 2 прямоугольник это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там много полезной и важной нужной и интересной для вас информации всех вам благ друзья услышимся с вами уже буквально в следующем видео